Меньше месяца осталось до завершения столичного фотопроекта 550 кадров. Новые лица, удивительные судьбы, незабываемые истории людей города Чебоксары. Участником проекта может стать каждая подробность в нашем сюжете. Этой фотографии более полувека. Она сделана в центре города у Чувашского драм-театра. Девочке Розе на фото 6 лет. Она приехала в Чебоксары на экскурсию и влюбилась в город с первого взгляда. Вы знаете, в то время здесь залива не было. Не было и памятника Константину Иванову. Здесь была Красная площадь. А чуть дальше был парк имени Крупской. Там было очень много аттракционов. И в вечернее время играл духовой оркестр. А это старейшее здание Чебоксар и все Чувашии. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Веденский кафедральный собор возведен в середине 17 века и до сих пор остается духовным центром всех верующих жителей республики. Валентина Познухова родилась в доме, который находился по соседству. И очень рада, что улица Константина Иванова осталась практически неизменной. Несмотря на то, что наш город очень сильно меняется в последнее время, я очень рада тому, что по-прежнему остаются наши замечательные вот эти волшеские места, на которые мы любим, ходим и будем приходить. И будут приходить, наверное, наши дети и внуки. А этот дуб – один из старейших в нашей республике. Ему почти 400 лет. Он находится недалеко от Веденского собора, во дворах домов. Валентина Познухова помнит его с детства. Мое детство. Мы часто играли под ним, часто залезали на него. Мы очень гордились, что у нас во дворе растет такой красивый большой дух. Это только две истории из жизни нашего города. Оставить след в летописи столицы и стать героем рубрики может каждый. Если у вас есть старые снимки на фоне нашего любимого города, интересные воспоминания, которые связаны с этими фотографиями, Мы ждем вас по адресу Проспект Ленина, 15, в редакции Национального телевидения. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Валерий Резюков, Республика.